приветствую коллеги ассалам алейкум мирному вашему мы начинаем сегодняшнее занятие которое посвящено тому как изменить время сессии в судо в линуксе и так коллеги если вы на месте если вы готовы пожалуйста напишите плюс в чат ну а я буду начинать для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко я сертифицированный инструктор академии циска и linux professional института кандидат технических наук по специальности информационной технологии ну а здесь я представляю университет cd-ком где мы помогаем студентам начать эти карьеру один специалистам повысить квалификацию повысить экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высоко квалифицированные кадры мастер-класс это новый формат обучения основанный на принципе learning by doing обучение на практике ну или практическое обучение соответственно коллеги я буду все рассказывать показать объяснять демонстрировать ну а ваша задача за мной все повторить как результат у вас появятся вот те самые знания умений навыки которые вы сможете продать работодателю зарабатывать больше ну и вообще изменить свою жизнь к лучшему к стабильному прогнозируемую лучшему поэтому коллеги присоединяйтесь и так что вам понадобится для успешного выполнения сегодняшнего мастер-класса первое это статья из нашего блога коллеги я специально для вас написал статью в нашем блоге ссылку на эту статью вы найдете в описании под этим видео в комментарии в чате поэтому переходите и соответственно вам не нужно будет сматриваться в видео вставить видео на паузу а прям со статьи можно сделать control c control и как говорится вас все получится ну и второй важный момент что нам понадобится это linux вот баш в котором мы будем это дело все выполнять в котором мы будем тренироваться и так поехали значит едем 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 значит что важно ну начнем наверное с самого начала с точки зрения безопасности для того чтобы ваш linux никто не мог взломать то есть четкое разделение прав доступа соответственно для выполнения административных задач привилегированных задач есть специальный пользователь суперпользователь root соответственно все важные административные задачи где надо что-то установить удалить там что то важное настроить какие-то службы соответственно для этого вы все эти операции выполняете под суперпользователем root что важно то что под root он достаточно опасно работать можно случайно ввести какую-то команду и соответственно к говорится запороть вашу систему так вот для того чтобы не работать под рутом все время для этого придумали такую технологию на такую утилиту или команду суда соответственно расшифровывается как супер юзер ду таким образом получается если вам нужно выполнить какую-то административную команду то вы просто спереди пишите суда супер юзер ту дальше идет команда и таким образом получается вы одну лишь всего-навсего команду выполните под супер пользователя что важно коллеги то что вот благодаря такой вот да и что тут то есть при выполнении вот вот таким способом команды суда у вас запросит пароль вы введете пароль если вы его ведете правильно то соответственно вот эта одна команда будет выполнена под супер пользователем таким образом что это дело все означает это значит что благодаря такому подходу есть хорошее разграничение прав доступа до таким образом есть обычные команды да есть административные команды которые выполняются под пользователем рут и как говорится никто вашу систему не взломает так вот что интересно то что когда вы вводите вот эту команду суда запрашивается пароль но что интересно то что пароль запрашивается один раз ну и потом пароль уже не запрашивается и вот возникает вопрос сколько это времени потом пароль не запрашивается коллеги и вот здесь вот появляется вот этот самый таймаут ввода пароля по умолчанию в линуксе таймаут ввода пароля для суда равен 15 минутам 15 минутам да то есть если я выполнил команду суда и выполняю следующую команду суда то вот ближайшие 15 минут у меня пароль запрашивается не будет ну и вот возникает вопрос как бы как эти настройки поменять зачем их меня дело в том что ну вот мое личное мнение то что если уже пароль запрашивать то его нужно запрашивать для всех команд с точки зрения безопасности да потому что когда у меня система запрашивает пароль то я как бы вдумчиво читаю зачем системе мой пароль я его ввожу и уже как бы осознанно ввожу этот пароль то таким образом мое мнение такое что если пароль запрашивать то его нужно запрашивать все время каждый раз когда вы вводите команду суда ну или вариант номер два если вы пароль вот как бы если вы уже аутентифицировали в системе да если вы прошли аутентификацию то соответственно зачем тогда вводить каждый раз этот пароль да то есть вот поэтому поэтому его нужно вообще наверно тогда не запрашивать вот кстати насчет не запрашивание пароля я вот столкнулся с тем что на некоторых популярных системах хостинга пароль присуда не запрашивается ну опять-таки команды привилегированные команды нужно вводить суда но пароль там просто не запрашивается просто пишите суда ну и что-то там мы патент стал чего-то там да 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 вот такой вот принцип этом что мы сегодня будем на мастер-классе выполнять мы будем редактировать вот эту вот тайм-аут сессию для суда таким образом давайте посмотрим как это делается ну и заодно вы всему этому делу научитесь и так поехали значит то что нам понадобится для где хранятся вот эти настройки вот этого всего дела они хранятся в файле етк суда судой раз или как он правильно читается как она правильно читается как она правильно читается суда еры суда еры это перевод так ещё раз как считается Shilus там судорс и так значит да судорсы как же поменять настройки вот этих всех судорцев они хранятся в файле и т.к. судорс и так давайте посмотрим содержимое этого файла из лес и т.к. суда ерс судорс да ну и что мы видим пермишин данной да то есть этот файл кто попала смотреть не может таким образом нужно вводить спереди суда и так вводим суду вводим пароль и первое что я вижу то что вот нападе а почему таким способом вам это дело все показывают потому что вверху написан комментарий this file must be edited вы свои судок или да под рутом то есть что это дело все означает это означает что вот взять блокнот и этот файл редактировать нельзя нельзя вот это важный момент поэтому на это дело пожалуйста все посмотрите важно да и так выходим отсюда таким образом нам система подсказала как редактировать судорс и и так редактируем для этого пишем суда пробел вы суда вы и так ну и вот пожалуйста у меня это дело все открылось и так какой важный момент то что здесь все открылось если вы посмотрите коллеги открылась в редакторе в каком редакторе в редакторе на на вот это важный момент если вас системе стоит на на по умолчанию дата вот пожалуйста все это дело открылось в редакторе на на как им пользоваться здесь вот внизу есть help есть подсказка да соответственно если нужно сохранить нужно нажать control о если выйти control x то есть все важные подсказки здесь есть но как по мне на но достаточно такие простой редактор и вы наверняка в нем как говорится разберетесь но бывают такие моменты что вот вам нужно вот отредактировать там права вот эти вот настройки судорса и вы запускаете а там редактор вы им дело в том что многие начальные системные инженеры да они не умеют пользоваться редактором вы и и вот возникает вопрос а как вы и суда запустить так чтобы это было в редакторе вы и коллеги как это сделать для этого нужно поменять нам редактор по умолчанию так здесь я выхожу control x значит как он меняется с помощью команды select editor и так пишем с лект минус editor и соответственно здесь вы можете изменить редактор по умолчанию но это те редакторы которые у меня есть здесь на новин basic mc edit вим тени и и d соответственно вот я хочу выбрать там 2 да я выбираю 2 но у меня то есть если вы свои хотите сменить на 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 то пожалуйста сменяйте вот я хочу наоборот сна на поменять на вы и соответственно я нажимаю цифру 2 дальше нужно выйти из системы и залогиниться обратно ну или перезапустить ваш linux дальше ну что важно то что select editor я делал для кого для пользователя под которыми я сейчас работаю но мы же суда делаем соответственно для рута тоже нужно поменять дефаутного редактора поэтому я делаю еще раз суда суда и так суда select select минус editor нажимаю enter и вот здесь вот коллеги тоже вы можете изменить редактор вим например на на но если он у вас есть в системе вот ну я хочу наоборот поменять на вы поэтому я ставлю двоечку enter и таким образом у меня эти настройки сохраняться но для того чтобы они вступили в силу нужно полностью выйти системы и замениться заново ну или полностью перезагрузить сервер ну или компьютер на котором вы это дело все делаете и так значит с редактором разобрались теперь давайте уже приступим к редактированию вот всего этого дела и так делаем суда вай суду соответственно мы здесь будем менять настройки и так что же нас интересует какой параметр нас интересует нас в первую очередь интересует параметр который называется дефаут нврс и да то есть вот вот эта вот строчка она нас прям сильно интересует соответственно здесь мы можем добавить параметр который называется таймер стэмп таймаут и соответственно указать время когда же мы хотим чтобы выполнялись те или иные собственно параметры для таймаута пользователя до суда так и так значит ну что давайте мы добавим сюда значит все это дело вот просто и давайте посмотрим что же можно сделать и так таймаут меняя параметр таймаут вы можете изменить вот эти все соответствующее значение если мы хотим сделать чтобы пароль опять начал запрашиваться через там 20 минут например там да то соответственно здесь я увожу цифру 20 цифру 20 и таким образом пароль я ввожу в начале и следующий раз аж уже через 20 минут дальше какие еще есть варианты коллеги значит еще вариант номер два это поставить 00 если вы введете 0 то соответственно пароль будет запрашиваться каждый раз каждый раз до каждый раз каждый раз и так ну что я сделал 0 давайте мы сделаем контур x с сохранить так да вот так вот все пожалуйста у меня сохранено и так я все сохранил и теперь давайте мы попробуем все это дело протестировать я не буду сейчас перезапускать мой компьютер я залогеню систему с помощью с очень с очень локал хост и соответственно попробуем все это дело еще раз протестировать и так логинимся в систему так так пароль 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 ввожу свой супер сложный пароль ну и вот пожалуйста я ввел пароль значит ну а теперь давайте попробуем по запускать что-то под суда и посмотрим будет у меня запрашиваться пароль или нет и так суда топ пароль запрашивается так так пожалуйста запросился так вышли теперь давайте запустим еще раз суда mc пароль опять-таки запрашивается до таким образом коллеги что произошло я отключил я отключил получается запрос порой то есть я отключил тайм-аут а у меня теперь пароль запрашивается постоянно постоянно да то есть при каждом вводе команды у меня посмотрите пароль запрашивается таким образом параметр time stamp time out я сделал равным нулю вот такой вот принцип этого дел ну чё нормально классно да то есть вот вот повысили мы безопасность системы да то есть вот таким вот образом мы можем повысить безопасность системы и как бы улучшить все это дело дальше в вот кого-то там сервера кто-то наоборот не хочет вводить эти пароль да вот я только что сидел в один там четыре раза эти пароли задал бывает можно ли сделать просто чтобы никакие пароли не запрашивала просто суда и нужную мне команду да можно коллеги давайте поменяем настройки так делаем суда в суда вводим пароль пароль да ну и теперь здесь параметр times time time out я сделаю равен минус единицы и так вытираем нолик 100 минус один сохраняем control о control x пожалуйста все сохранил давайте теперь я войду в систему залогинись вот через localhost вот точно так же да и попробуем что-нибудь по запускать теперь у меня система пароль вообще в принципе не должна запрашивать а сразу должна выполнять соответствующую команду и так поехали значит что я буду запускать ну то же самое что я запускал только что и так суда суда топ суда топ вводится пароль так так что не применилось что ли так хорошо так суда мц суда мц о парольные запрашиваться только в начале получается один раз запрашивается и все да значит судо судо пс то же самое да то есть пароль у меня теперь не запрашивается вообще да только в начале что-то запросился так интересно применилась данная настройка или нет значит еще раз по стоп ну надо поэкспериментировать лтп стоп еще раз суду пс минус x например там да так ну чё вроде не запрашивается ну чё здорово коллеги да то есть еще раз меняя параметр time stamp вы таймаут вы можете менять нужные вам настройки вот таким вот способом соответственно все это еще раз делается с помощью команды судовые суда да то есть вот таким вот образом это дело происходит дальше как сохранить настройки это как пользоваться по сути редактором на на пожалуйста тоже в статье эта информация есть соответственно control о это сохранить control x это выйти ну а вообще я вам рекомендую сделать select editor выбрать редактор вы и все-таки научиться пользоваться тогда будет вообще все хорошо здорово ну и вообще им намного удобнее пользоваться только нужно научиться и так коллеги я дошел до конца у меня все получилось если у вас есть какие-либо вопросы пожалуйста задавайте предлагайте темы для будущих мастер-классов мы с удовольствием для вас это все дело будем выполнять ну а если для вас был полезен сегодняшний мастер-класс оцените его лайком нравликом в подобайкой ну или просто поставьте палец вверх но если для вас интересна тема линукса сетей кибербезопасности программируемых систем коллеги я вас приглашаю к нам на курсы где вы сможете систематизировать все ваши знания разложить это дело все по полочке вот в таком вот формате лен и байду и вот на выходе вы получите международные сертификаты и что важно мы помогаем с трудоустройством в большие международные компании поэтому коллеги подавайте заявки присоединяйтесь ну и будем двигаться вперед ну а на этом все ассалам алейкум мир дому вашему берегите себя своих близких несите тяготы друг друга помните коллеги что сила в единстве поэтому если что-либо вас не получается то пишите звоните заходите все что в наших силах вся наша команда будет вам помогать на этом все до свидания и